Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Савик! Как всегда, рада вас видеть, рада вас слышать. Я также рад вас видеть, рад вас слышать и приветствую всех, кто нас смотрит или будет смотреть. Савик, на этой неделе произошло огромное количество событий важнейших. Концентрация была такой, ну и эта неделя еще не закончилась, мы понимаем, что, в общем-то, хватило бы, не знаю, на месяц такой спокойной, размеренной жизни, а может и полгода. Начнем мы, пожалуй, с покушения года, да, наверное, так можно сказать. А может, у вас есть другие эпитеты и определения, а именно покушение на кандидатов президента США, бывшего президента США Дональда Трампа. Что вы думали, когда вы смотрели эти абсолютно киношные кадры? То есть вот, мне кажется, если бы это было в кино и художественном фильме со сценарием, я бы подумала, боже, ну как они уже закрутили, конечно, так нереалистично придумали. Ну это же понятно, это кино, такие красивые кадры, он так вот на фоне развивающегося флага, какой мужественный мужчина, да, вот как он смело себя вел, окровавленный. Савик, скажите, пожалуйста, итак, что вы думали, когда это смотрели, и кто же за этим покушением стоит? О, Леся, я, во-первых, знаете, Соединенные Штаты, страна, из которой к нам, ну примерно каждый месяц поступают новости о том, что школьник А или школьник А и Б расстреляли класс, расстреляли школу, понимаете, это уже обыденное явление в Соединенных Штатах, оно обсуждается вообще там, ну, во всех толстых, тонких журналах, газетах, телевидении, везде. Проблема вот оружия, продажа оружия свободная, да, можно, нельзя, то есть вот я не могу сказать, что вот это ощущение было у меня, когда я услышал покушение на Трампа, но оно было такое, ну, как вам сказать, пока мы не увидели картинку, да, а вот когда увидели картинку Трампа с охровавленным ухом и лицом, вот тогда я начал как-то, ну, немножко как-то сомневаться, что это мог быть какой-то профессионал или нанятый кем-то человеком, да, это вот та вот школьная история, где стреляющий человек, он не профессионал, он никто, он просто от унижения или от какого-то другого там психологического давления, он вот такие вещи делает. Когда я узнал, что винтовка, это AR, то есть латинская AR-15, их продано в Соединенных Штатах примерно 2 миллиона, то есть это домашнее оружие практически, то есть человек стрелял без оптического прибора, то есть который стоит, ну, примерно, я не знаю, там, 300 долларов, 250, что-то в этом роде. Расстояние было около 120 метров, ну, это явно не профессионал, ну, и мы видим, что он убил людей, которые вообще просто, ну, это, и поэтому я, ну, вот подумал, что, ну, вот вам еще один пример вот этого, но этот человек, он уже станет гораздо более известным, чем люди, которые расстреливают своих одноклассников. Значит, потом узнали, что ему 20 лет, да, потом, в общем-то, мы узнали, что он отпросился на один день от работы, ну, и так далее, то есть факты постепенно, постепенно, постепенно начинают появляться. И я думаю, что это просто человек, который, ну, не знаю, какой источник унижения, да, ну, и какое психологическое давление, но я думаю, что это просто вот такого рода история. А что касается служб безопасности, то я там читал сегодня потом новость о том, что исключили женщин из окружения безопасности Трампа. Я вообще этого не очень понимаю, хотя я читал стенограмму, стенограмму, то есть переговоров всех этих спецслужбистов и полиции. Почему женщины? Ну да, женщина немножко как бы сомневалась, там был один женский голос. В-третьих, нельзя забывать, что Трамп еще не кандидат в президенты тогда был, он был кандидатом в кандидаты, поэтому ему там не положена особая уже такая безопасность, которая там, скажем, он получит такую безопасность, когда он станет уже официально кандидатом в президенты. Да, но он как бывший президент Америки заслуживает на пожизненную охрану. Да, но не такую охрану, как действующий президент. Нет, конечно, не такую, но его охраняют пожизненно. Нет, нет, его охраняют. Ну, понимаете, ну, елки-бланы, ну как ты? То есть, ну, вот я, к примеру, я слушал интервью на канале Ходорковского с израильским снайпером, молодым парнем, вот, ну, значит, действующий снайпер. Он говорит, он говорит, что с его точки зрения, да, вот, что пуля могла попасть в суфлер, ну, понимаете, когда вот эти вот великие выступают, у них же всегда суфлер, которые люди не видят, но у них суфлер. Да, и осколок этого суфлера мог попасть вот туда, то есть, ну, грубо говоря, поцарапать ухо и немножко лицо. Потому что если бы пуля попала в ухо, то мне кажется, что это была бы совсем другая история. Да, и уха, может быть, и не было бы. Вот, поэтому это явно дилетант, то есть, явно дилетант, который, значит, это не наемный какой-то убийца, а молодой парень со своими психологическими проблемами, может быть, объективными, может быть, субъективными, ну, который, в общем-то, готовился к этому, это ясно, потому что он ездил в этот Баттлер, да, в штате Пенсильвения, но, понимаете, в Баттлере, в штате Пенсильвения, ежегодный, как бы тут назвать это, сход, наверное, скорее, чем какой-то конгресс, сход фермеров Соединенных Штатов, да, и совершенно правильно сделал Трамп, что он выбрал это место, как одну из площадок предвыборной своей компании. Вот, так что парень поехал, он как бы это место более-менее проверил. АР-15, такая винтовка, она не снайперская, она, то есть, ну, вообще, ну, я говорю, бытовая винтовка, она стреляет... Хорошо, Савик, но Трамп везунчик, счастливчик он, вот давайте проанализируем вообще его биографию, и чудесное событие в его жизни, потому что, ну, начиная с того, что человек сколько, раз пять точно, был под полным банкротством, то есть взлетал, а потом лежал в руинах, и опять поднимался, начиная с того, что он долго хотел стать президентом, у него ничего не получалось, он был героем комиксов, то есть он был абсолютно, там, шоумен, и вот с другой вообще оперы, и многие смеялись, он стал президентом. Когда он стал президентом, мы помним, во-первых, какой скандал с вмешательством в выборы, возможным, России, какие слушания, какой там страх импичмента, потом какое количество уголовных дел. Самая страшная статья, которая, наверное, страшнее, чем терроризм в Америке, ну, не страшнее, тем не менее, это очень серьезно для Америки, не платить налоги, то есть там вплоть до такие обвинения, другие обвинения, чуть ли не госизмена, потому что речь же шла, но мы помним, да, события с захватом государственных зданий, да, это вообще в Вашингтоне, это вообще беспрецедентная история. И, в общем-то, ну, я не знаю, заблокировали вообще, соцсетей лишили, в Твиттере его выбросили. Ну, опять же, казалось бы, человек в руинах, то есть отвернулись все, никто вообще перспективы ноль, уже возраст. И вот сегодня мы с Вами обсуждаем его, обсуждает весь мир, да что там мы, демократы, его конкуренты говорят о том, что вот он практически без пяти минут опять президент Америки, несмотря на это все, то есть вот такое вопреки. И это покушение, которое на самом деле является абсолютно счастливым случаем, потому что я смотрела вот эти, знаете, когда там, как летела пуля, там, траектория, ну, вот если бы он не повернулся на суфлер прочитать, там было показано, что просто, ну, она бы по голове пролетела, через голову. А как он себя повел, и как это подняло его рейтинг. Вот давайте просто с точки зрения персонажа, да, исторического персонажа, хотите персонаж романа, да, вот в современной Америке мы могли себе представить, что вот такая, и еще же непонятно, куда это все зайдет, давайте проанализируем, где он еще нас может удивить? Удивить он нас может. Он уже нас удивил выбором кандидата в вице-президенты. Поэтому, но, смотрите, он же, в общем-то, прошел через процедуру импичмента, да, Конгресс-то его, в общем-то, судил, да, это Сенат, который отказался, да, и это вот как раз Украина в этом деле играла роль, потому что он приостановил помощь Украине, если там дело о сыне Байдена не будет там рассмотрено прокурором. Вот этот разговор с Зеленским, который потом был опубликован, в общем, ну, везунчик, он, ну, конечно, отчасти он везунчик, боже мой, это правда, что если бы пуля полетела там, не знаю, 2-3 сантиметра, то это было бы уже совсем другое ранение. Это правда, он везунчик. Что даст ли это ему вот такую очевидную победу, ну, знаете, это скорее от Байдена зависит, потому что если Байден все же найдет силы, да, в себе, потому что ведь удивительно, да, то есть то у нас новость о том, что покушение на Трампа, а потом у нас новость, что у Байдена ковид. Да, ну, понимаете, то есть, ну, как-то вот так оно, ну, как-то не гармонирует все это. И поэтому если Байден снимет свою кандидатуру и даже, даже Камила Харрис займет его место, я не уверен, что Байден, что Трамп выиграет так просто. Потому что такие вещи в Америке, они забываются очень быстро. Они, как бы вот, сиюсекундно, да, огромная волна, ну, вот как со стрельбой в школах, да, и вот, да, и потом никто же не отменяет продажу оружия, да, уже сколько там, сколько с этим, с этим, Обама вообще все свои два срока с этим боролся, да, и ничего. То есть я думаю, что еще там поговорим, да, там, пышная сейчас, это вот конвенция или съезд республиканской партии, да, он, Трамп стал не то, что лидером Трампа партии, а партия стала кланом Трампа. Это верно, да, это просто, ну, не клан Трампа. Какую поддержку высказали люди, которые недавно совершенно выступали против него, ну, это просто такая невидимая вдруг единство, которое вокруг этого человека, да, потому что вот они почувствовали запах победы, что республиканская партия может вернуться к власти, и вот наступит эра Трампа. Ну, как персонаж, что еще можно сказать о нем? Ну, понимаете, ну да, ну счастливчик, да, вот ему там повезло, ну, в данном случае ему повезло. И ему повезло, потому что, ну, человек, который в него стрелял, вообще-то стрелять не умеет. Но это другой вопрос, понимаете, там, мне жалко людей, которых все же он убил, да, это же тоже надо все же иметь в виду. Да, Саяк, вы правы, что новости одна за одной такие, да, как-то все это смотрится. Трампа хотел убить человек, Байдена теперь хочет убить вирус. А мы, конечно, были прыгуломши не новостями все. Ну, в первую очередь, я вам хочу сказать, западная пресса в шоке была от новости о том, кого Трамп выбрал вице-президента. Потому что вот Джеймс Вэнс, его теперь вице-президент, 39-летний, кстати, друг его сына, человек, который в 16-м году называл Трампа американский Гитлер, называл его избирателей и идиоты. Потом поменял свою точку зрения, как мы понимаем, очень кардинально. И вот сейчас он ярчайший сторонник Трампа, он трампист больше, чем сам Трамп. Я почему говорю западная пресса в шоке? Потому что вышли с такими заголовками, там, катастрофа, СНН, катастрофа для Запада, для Украины, катастрофа, а шок СНН написала, политико написала катастрофа для Украины и Запада. А вы как считаете, Савик? Ну, почему? Потому что Вэнс критиковал поддержку, то есть он не поддерживает Украину, он там критиковал помощь Украине и так далее, и так далее. Но одно же дело, когда речь идет о предвыборной кампании, когда человек не при власти, другое дело, когда, если человек приходит к власти в такой стране, как Америка, где все-таки есть институциональная память, институты работают. Как вы считаете, вот что нам ожидать от такого вице-президента, если он таки станет вице-президентом? Нет, от него ждать ничего хорошего не приходится. То есть он свою позицию высказал по Украине и очень четко, да, что, в общем-то, да, надо принимать условия Путина. То есть вот тут примерно, да, вот его позиция, да. То есть это для Украины ничего хорошего. То есть они, конечно же, а как, что они сделают с Украиной, что они могут сделать там? Ну, урезать, урезать, урезать помощь существенно. Существенно. Да, это, конечно, будет очень-очень-очень, ну, я не говорю смертельным, но такой очень чувствительный удар. Но, понимаете, тут вообще, вот я говорю, клан. Понимаете, партия превратилась в клан. Не Куклух-клан, но просто Трамп-клан. Да, и Америка изменится сама по себе. Да, вот я вот смотрю, вот последний выпуск Foreign Affairs, да, то есть, ну, международные дела. Это такой, ну, влиятельный, очень толстый журнал. Да, вот он, да. И вот, да, у них, значит, вот, да, нужна ли Соединенным Штатам новая внешняя политика. Значит, есть два лагеря. Есть лагерь Трампа, да, который считает, что Америка first, то есть, ну, главное, это Соединенные Штаты Америки, что главный враг это Китай, то есть, вот, холодная война, это было столкновение Соединенных Штатов и Советского Союза или НАТО и Варшавского договора. Варшавского договора не стало, Советского Союза не стало. 30 с лишним лет Соединенные Штаты жили в роли гегемона в мире, единственного, единственной сверхдержавы. Да, вот, если подумать, что в момент распада Советского Союза ВВП Китая вообще просто даже не принималось во внимание, вообще-то же тут какая-то ничтожная цифра, да, то, конечно, сейчас Китай для Трампа и для Рэнса и для вообще вот этого вот клана занял место Советского Союза вместе с Варшавским договором. Значит, для этого им не нужна Европа, чтобы бороться с Китаем. Для этого им не нужен, не нужен, не нужна Украина. Когда господин Вэнс говорит, что Великобритания станет первой исламской державой с ядерным оружием, да, это, в общем-то, много о чем говорит, то есть Великобритания одна из, как бы, ну, он имеет в виду, конечно, лейбористов, которые выиграли, да, но этот бред, он, в принципе, как бы, ну, тут НАТО, конечно, оно, как бы, ну, трещит и возмущается, ну, я имею в виду, остальная часть стран НАТО, да, вот, это одна внешняя политика, и для Украины это губительная, конечно, внешняя политика, да, потому что тут Россия вообще не в счет, и тут вообще Европа не в счет, тут есть другая сверхдержава, у которой, там, другого рода абсолютной идеологии режим, и которая захватывает американский рынок и борется с американским долларом, да, вот это, это вот, да, плюс страна, которая купила большую часть американского внешнего долга, да, тоже надо не забывать, большую часть.